8 июня губернатор Игорь Руденя наградил лауреатов премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники. Она учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым ученым, аспирантам и студентам. С некоторыми из них пообщалась и наша съемочная группа. 24 заявки поступило от всех тверских вузов на участие в конкурсе этого года. Охвачены самые разные направления, от медицины до лингвистики. При этом значительная часть разработок уже внедрена. В номинации «Студент года» присуждено 4 премии. Среди победителей Елизавета Соболь, студентка Тверского медуниверситета, занимается проблемой растущей устойчивости инфекции к антибиотикам. Человеческий организм начинает вырабатывать определенную резистентность, то есть человек не поддается лечению антибиотикам. Поэтому очень важно исследовать патологические микроорганизмы и понимать, какие антибиотики действуют. Также 4 премии присуждены и в номинации «Аспирант года». В числе лауреатов – аспирант Сельхозакадемии Филипп Блинов. Он получил заслуженную награду за разработку рабочего органа для глубокого подпахотного рыхления почв на Черноземье. Благодаря этому станет проще возвращать в оборот заброшенные поля. Эта проблема актуальна для Верхней Волжи. Ее решение в приоритете у региональных властей. Земли Тверской области находятся в зоне избыточного увлажнения. У нас есть проблема вымочек, так называемых, когда сельхозтехника не может заехать на определенные участки поля. И моя работа связана непосредственно со снижением влажности почвы. Что позволит? Ну, повысит урожайность культуры. Три премии губернатор вручил в номинации «Молодой ученый года». Доцент кафедры физической химии Тверского госуниверситета получил награду за открытие новых супрамолекулярных гидрогелей, содержащих наночастицы серебра. Они могут применяться как антибактериальные и противораковые, а также как катализаторы, которые могут использоваться в создании лекарств. Нам удалось смешать, по сути, два соединения и, по сути, получить вот эти наночастицы, потому что те технологии, которые есть для получения наночастиц, ну, там, например, аппарат, который там стоит 15 миллионов для этого, и он там ломается, его нужно постоянно обслуживать, а здесь мы просто вот взяли, по сути, слили и получили. То есть это, в принципе, дешевая, простая, масштабированная технология получения. Кроме того, награждены коллективы ученых. В тройку лучших вошли команды ТВГУ, Медуниверситета и Политеха. Технический вуз и получил пальму первенства. Ученые из ТВГТУ создали технологию низкотемпературного каталитического пиролиза торфа, отходов деревообработки и неутилизируемых отходов с получением горючих газов, а также жидких топливных фракций и композитов для использования в энергетических установках. Производство искусственных топливов, производство новых катализаторов для процессов нефтехимии – это передний фронт современной науки. Мы, Российская Федерация, находимся в ведущей роли. Мы одна из ведущих стран в области имтехимии. Значение Тверской, в частности, и общероссийской науки в целом в контексте международной ситуации отметил и губернатор, выступая на церемонии награждения. По словам главы региона, важность наличия собственной фундаментальной и прикладной науки в России осознавали во все времена. Петр Первый сказал, что оградить отечественную безопасность от неприятия принадлежит находить слабого государства через ногу. Развивая нашу страну, промышленность, в решении кооперации мы рассчитывали на наших зарубежных партнеров. Сегодня ситуация изменилась. Замная первая главная, что масштабная связь по достижению и залахищественного судения ЕДА Российской Федерации. Стоит отметить, что награды победителям конкурса – это не только красивые дипломы, но и хорошие премии. Их размер в номинации «Студент года» составляет 50 тысяч рублей. В номинациях «Аспирант года» и «Молодой ученый» – в два раза больше. Лучший коллектив ученых получит и вовсе четверть миллиона. Причем, согласно решению регионального правительства, данные выплаты не подлежат налогообложению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова